Ну, похожие вопросы, буквально глупости или измены, сегодня задают украинские эксперты. Можно ли желать смерти третьей банковских активов страны? Можно, если ты настоящий патриот. На этой неделе украинские националисты объявили настоящую войну российским банком на Украине со всеми атрибутами Майдана, бетонными блоками, монтажной пеной в банкоматах. Власть помедлила, а потом поддержала. Эти действия остроумно уже сравнили с выстрелом себе в ногу. Украинские радикалы в роли строителей. Бетонные блоки, лопаты и цемент. Методично замуровывают вход в главный офис Сбербанка в Киеве. За китайское. Это будет великая украинская стена. Полиция не вмешивается. Акции руководят депутаты Верховной Рады. Фактично, фактично. Вин прямо. Фактически, они прямо спонсируют сепаратистов с востока Украины. Больше нет времени ждать. Это не флешмоб, не ультиматум, не предупреждающая акция. Мы закрываем головное отделение Сбербанка России. Заканчивается все по традиции дымовой завесой. Ну а на следующий день в ход идут булыжники и монтировки. Только уже у офиса Альфа-банка. Браво! 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 И это тоже традиция. В прошлом году здесь и вовсе случился погром. Но организаторы объясняют, никакого вандализма или хулиганства. Просто так работает гражданское общество. Мы не ставим своей задачей замуровать отделение по всей Украине. Наша цель – заставить власти принять правильные решения. И власть своих граждан услышала. Правда, выяснилось, что Альфа-банк они громили зря. Мол, там нет российских государственных денег. Но зато президент Украины Порошенко вел санкции против пяти других банков с российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, связанных с ними ВИЭС и БМ-банками, а также о дочке ВЭБа – проминвестбанке. Им запретили размещать у себя активы украинских предприятий с государственным участием. А также совершать любые финансовые операции в пользу материнских банков. То есть брать деньги в России можно, а отдавать нельзя. Я плохо себе могу представить, что российские банки согласятся на то, чтобы полностью финансово отделиться от своих материнских структур. По официальным данным, в прошлом году доля российского капитала на банковском рынке страны сократилась более чем в полтора раза и все равно составляет десятую часть. Кроме того, вливание в дочерние структуры из Москвы – это треть от всех прямых иностранных инвестиций в Украину в 2016-м. Очевидно, что на самом деле украинские банки с иностранным капиталом, а именно Сбербанк относится к этим банкам, они работали в рамках украинского законодательства и они приносили налоги здесь, во многом платили налоги здесь. Они здесь создавали рабочие места и они здесь кредитовали украинскую экономику. Получается, уход этих банков из Украины, он на самом деле может привести только к ухудшению социально-экономической ситуации здесь. По мнению украинских экономистов, первыми под удар попадут местные бизнесмены. Предприятие, которое обслуживается, банк нормально работать не может. Соответственно, все разваливается. То есть, уже самый стандартный банковский услуг он получить не может. Предприятие не может получить нормальный банковский услуг. Что делает предприятие? Ну, в лучшем случае ищет другой банк. А может так получиться, что ему сложно найти, потому что у него уже куча контрагентов привязана на это. В результате предприятие или останавливается и начинает работать в полсилу, в одну десятую силу. По данным Александра Ахрименко, на долю российских банков приходится более пятой части от всех кредитов, выданных юридическим лицам, и треть от кредитов, выданных гражданам. Один лишь Сбербанк обслуживает более 30 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса, плюс 5 тысяч корпоративных клиентов. Что касается частных вкладчиков, их более миллиона. Общая сумма вкладов – 600 миллионов долларов. Мы рождены, чтобы кавку сделать были. Вот тот пример, когда безумие становится государственной политикой. Дыра в фонде гарантирования вкладов, дефицит, уже превысил, по-моему, 70 миллиардов гривен. Возникает вопрос, кто будет компенсировать. Очевидно, опять же, включится печатный станок. Это инфляция, рост цен. Опять же, платить придется простым украинцам. Влияние санкций рядовые клиенты уже ощутили на себе. Чтобы защитить свои активы, Сбербанк временно заблокировал расходные операции по кредитным картам и ввел ограничения при работе с вкладами. Теперь со своего счета можно снять не более 750 долларов в день. Безналичный расчет – максимум 1100 долларов. Другие пострадавшие банки о своих мерах пока не объявили, но они наверняка последуют. Мы, конечно, продолжим работать там, защищать свои интересы прежде всего. Продолжим работать в том плане, что мы хотим добиться максимального возврата вложенных туда средств. Угроза нависла не только над вкладчиками финансовых учреждений, но и над их сотрудниками. Это несколько тысяч людей, причем высококвалифицированных. И понятно, что ограничения на российские банки приведут к тому, на банки с российским капиталом, приведут к тому, что эти люди окажутся без работы или, по крайней мере, часть из них. И фактически это будет еще больше усиливать социальную напряженность. Что касается российских банков в целом, то они едва ли пострадают. В структуре того же Сбербанка украинский сектор – это всего полпроцента, а в ВТБ и того меньше. Роман Никифоров, Мария Солопова, Роман Демидов и Константин Жуховицкий. Программа «Вместе». Экономическая ситуация на Украине сегодня, конечно, и без того сложная. Чаще всего люди жалуются на непомерно высокие коммунальные платежи. Средняя сумма, указанная в квитанции – 2000 гривен. Получается, что это треть заработной платы, но главное, что это больше, чем средняя пенсия на Украине.